Первый день приезда укусила пчела. Прям посередине черепушки. Потом вчера у меня, точнее на второй день бытия, у меня слегка пухло лицо. Ближе в правую сторону. А сейчас я упала. Ну, благо у меня только брюки, джинсы другие одела. Прямо я шланга включила, ходила воды включить. Замыла грязь, была в резиновых. Вон в тех, там чуть-чуть видно. И рукой на мокрую траву. На руке ничего, но, в общем, если бы на асфальт, было бы там пиздас. Больно, короче. Ну, было просто больно. Немножко ноге тоже слегка больно, но ничего такого, никаких ранений. И вот вопрос, кто это, блин, у нас тут так насрал? Просто жуть, как насрал. Вот у нас сколько ласточек, да всю мою жизнь тут было в этом доме. И на крыльце сидели, никогда не гадили. И тут где-то у них было, вон там шо ли, где-то в этом месте. Внездо никогда не гадили. А вон тут пролетела, она меня сегодня напугала. Думала, уже по сушами оказалось это. Я пошла туалетную бумагу положить в туалет и увидела эти жирные морды. Решила их приблизить на камеру и записать. Мне сказали, что тут три рота. По глазам их слышно. Кстати, по ночам эти сволочи спят. Срульные. Птичка, я не кошка, мне на тебя насрать. Примерно так же, как тебе вот на это все. Только не физически. Так что можешь меня не бояться. Я думаю, ему, кстати, тоже на них фиолетово. Его больше интересуют мышки. Он вчера сожрал одну большую, похожую на хомяка по размерам. Потом одну маленькую тут поймал в сенях, валялась. И одну в избе. Но не дожрал. Пришлось выкидывать. Короче, трех в сумме. И вчера вечером он познакомился с этой самой, блин, как ее звать-то? Норка у нас тут лавает. Я ее сама лично в глаза не видела. Мой родственник ближний два раза видел. Причем в день нашего приезда. А вот вчера слышу мяу-мяу. Думаю, по голосам понятно, что кот не с другим котом собачится, а еще так удивляюсь, что другой кот не ходит. Может, его там моя взятка съедобная в прошлый уезд удовлетворила. Он не хочет ходить. А может, он тоже знакомился с этой норкой. Потому что я видела. Сначала услышала вопли. Ну, значит, было на этом, на крыльце. Где-то 2210 это было. И я пошла за телефоном включить фонарик. Посветила. Там, значит, кот выбежал. Мяу-мяу. А другой шипит. И вот чисто силуэт такой увидела этой чертовой норки. В общем, вот так. Крыльцо было открыто. Но так как, как бы, на щелочку. Потому что кот должен был прийти. Видимо, эта норка решила поселить ночью. Ну, ближе к позднему вечеру. Посмотреть, что тут такое. Может, кого можно сожрать. Вообще не знаю, что эта норка там делала и думала. Ну, в общем, у нас тут целый, этот, зоопарк, прям. Я последний ролик с экшн-камеры монтирую. Соображаю, чем заменить 16 минут трёпа чужого. И всякого гвалта. Вот у нас солнышко вылетело после того, как я шмякнулась. Надеюсь, даже не будет. И со мной сначала должен был маленький человек ехать у Ескина. Но к маленькому человеку приехал родственник. И, на моё счастье, я поеду одна и смогу спокойно прокатиться там, где хочу. Не напрягаясь, что кто-то там, сзади меня, на маленьком велике не успевает. Брали у меня вчера кипятильник. Вот сегодня его принесли. Пришли ещё на кота посмотреть. Кот, конечно, свалил под кровать. Потом я за водой ходила, пришла. Они тоже уже свалили. В итоге. И он так вылазит из-под кровати. Я говорю, ещё всё свалили. Нет никого. Ушли. Говорит, ещё выдавили. Так, пока мы тут, мы будем его фотографировать. Прям как простоквашина. Первый раз, когда я приехала, я тут перья ещё были. Я всё это подняла. Она гадили не так где-то за месяц. То, что там было. Это было раз за в три меньше. А тут меньше месяца прошло, но они так насрали. Жуть вообще. Я думала, может, тут есть какая покрывашка, велик покрыть. Но я подозреваю, что я её сама не достану там. На высоко. А если достану, то ещё что-нибудь повалится. Как хорошо, что у меня здесь есть эти джинсы. Ещё у меня ремень разорвался. Я подумала, что, может, в августе поеду в Ярик и куплю всё ремень. Потому что после послания я в одно место за океан кое-чего. Я не думала, что это так дорого. Я знала, что это дорого, доставка стоит, но я не думала, что это настолько ремень. И после отдавания последних долгов я вообще такой бомжик. Мне бы как-то затянуть до конца месяца. Еды-то у меня хватает. Особенно тут я даже не знаю, смогу ли я... Ну, кстати, что в моём холодильнике? Смогу ли я до субботы включительно до вечера сожрякать всё, что тут у меня есть? Молоко. Ещё литр молока. Вон там грибной супчик. Вон там я варенье, это не варенье, это соленье взяла. Здесь вот хлеб и что-то ещё. А, что там вообще ещё? А, это картошка. Полтора килограмма. Два кабачка, сыр, сыр. В общем, три вида сыра у меня тут. Две упаковки, одна практически чуть-чуть надрезанная. Колбасы и сыр варёный или как-то... Одна батончик сырокопчёная и варёно-копчёная или как-то так. Две упаковки. Потом сметана, зелень. Ну, вон тут у меня курица, лоток и грибы. Ещё я вчера нашла. Я чё-то их морозилку захерачила. Ой, пардон за мой гранцузский. У меня ещё пельмени, они слепились. И я их, короче говоря, уже... Ну, у меня такая дня постебала Са, говорит. С твоим опытом уже этих пельменей слипшихся. Порежу их ножичком. Я их пыталась вчера ножичком порезать. Поняла, что легче их сварить. На два, мне или три раза этих пельменей теперь. Туалетную бумагу я так ещё и не донесла. До места назначения, кстати, это вот приточки воска. Ладно, мы их вроде как злосняли вблизи. Я в тот раз-то не показалось, как-то не случилось у меня. Не будем уж напрягать этих животных, срущих тут. Говорят, что они тут серятся, к счастью. Интересно, срут они и к чему в таких количествах? У нас там солнышко. Я собираюсь сейчас прокатиться на велике. То у нас сегодня, наверное, четвёртый день бытия. Субтитры сделал DimaTorzok